И он мне, короче, говорит, я сейчас тебя продам, короче, сейчас приезжу тобой человек, и тебя продам. Мама моя ничего не могла сделать, она просто мне говорила, ты наркоманка, говорю, ну, а ты алкоголичка, как бы, вот и все. Не знаю, наверное, самое жесткое то, что со мной произошло, это сексуальное насилие надо мной. Ну, я красивая, все, единственное, чем могу заработать, это как бы эскортом, что тут сказать. Ну, пару лет я занималась, то меня уничтожило, я считаю. Ну, что, я воровала там уже под конец. Не по пятерочкам, правда, шмотки воровала. А, ну, еще махинациями всякими занималась. Там были наркоманы и все употребляли амфетамин и с этими, с каплями, как он там, терапикамин. Тоже огонь вообще, с него люди просто гниют вообще изнутри. Привет, меня зовут Юлия. Я употребляла наркотики, алкоголь с 14 лет. У меня был долгий путь употребления, попыток выздоровления. Сейчас нахожусь также в реабилитационном центре. Я не могу жить, я не могу даже, ну, как, мне наркотики не приносят уже ничего абсолютно. Ну, то есть я употребляла, я кололась. И просто, ну, мне они нужны были только для того, чтобы чувствовать себя как просто вот обычный человек, там, не знаю, вставать с утра, там, что-то делать. Вот. Я смирилась с тем, что я умру от наркотиков. И просто каким-то чудесным образом я оказалась здесь. Сколько тебе сейчас, Юль, полных лет? 39. А сколько реабилитации уже было? 15, если не 20. А сколько ты самое большое оставалось вот в центре? Ну, я все реабилитации проходила до конца всегда. Ну, как бы, я десятку прошла, после лечебки десятки прошла. Для меня этого не было проблемы. Ремиссия у меня была, самая длительная, без реабилитации. Просто ходила на иной. А самая долгая реабилитация у меня была, наверное. Ну, вот, 4 месяца в Али Новиковой на программу и после лечебки. Ну, я, правда, через три дня пошла, встретила друзей. Мы стали употреблять алкоголь. Ну, как бы, не потому, что я что-то не понимаю. Просто мне, не знаю почему. Мне не давали информации о том, что у меня есть некие там расстройства личности, которые необходимо, ну, лечить. 12-шаговые программы и группы, это, конечно, хорошо. Но они не решают, как бы, ну, по крайней мере, в моем случае, основной проблемы. То есть, вот эта вот травма детская всегда возвращала меня в употребление. Хотя я там пыталась шаги писать. Я там, в принципе, реабилитация всегда проходила. Ну, как бы, я осознанно туда по своему желанию ложилась. Никто никогда никогда не насильно не засовывал там, я не знаю. Хочешь поделиться своей историей? Есть опыт употребления или стал созависимым? Напиши нам в закрепленном комментарии и стань героем нашего канала. Ты одна в семье, вот, у родителей? Один ребенок? Я была, родилась, да, как бы, папа, мама, я. Потом папа ушел. Расскажи о своих родителях. Они знали же проблему твою, вот, как ты начала, когда употреблять? Какая реакция их была? Вот первые, возможно, какие-то шаги они, наверное, подсказывали, как ты делаешь? Нет, у меня мать стала употреблять алкоголь, а когда ушел отец, видимо, что-то пошло не так, еще маленький ребенок, она была при всем инфантильная очень, она стала употреблять алкоголь, и, как бы, умолоть занималась бабушка-дедушка. Когда я начала употреблять, ну, бабушка очень мягкий человек была, дедушка просто уехал, как бы, на дачу жить. Мама моя ничего не могла сделать, она просто мне говорила, ты наркоманка, говорю, ну, а ты алкоголичка, как бы, вот и все. Какой вот самый первый наркотик ты употребила? Первый наркотик я употребила героин, я его понюхала, мои друзья все употребляли, я потом попробовала внутривенно его. И когда я попробовала внутривенно, мне очень стало, ну, я просто вот этот груз, вот это вот, вот это пьянство матери, вот это вся вот это вот проблемы дома, еще там проблемы в школе, они просто отошли на второй план. Ну, то есть, и мне показалось, жизнь комфортная, вся, все мои, вот эта комплексуальная структура, все мои комплексы, просто, ну, как бы, вот этот наркотик, как пазл, который вошел в меня, и я стала, как бы, цельной личностью. Какие наркотики, вот, вообще попробовала за свою жизнь? Вот у тебя общий стаж употребления сколько лет, получается, 25? Да. Что ты попробовала? Какие наркотики? Я попробовала все. Я попробовала героин, я попробовала амфетамин, амфетамин мне не зашел, это мне вызывало сильное напряжение. Я попробовала курительные наркотики, тоже не особо мне они. Ну, вот тогда, в то время был просто героин, и там вот все. Потом, когда его не стало в нашем городе, появился метадон, которым вот я сожгла руки. Синтетика вообще, это самая лютая жесть. Я вот просто, я смотрю на молодежь, для меня вот, для меня вот эти наркотики, это не наркотики, это какой-то вот самый, не знаю, вот хочешь себя изуродовать, измучить, вот употребляй вот эти вот наркотики, иди. Я не понимаю, в чем здесь вообще кайф, как бы, куда вот молодежь, что, это вырождение нации какое-то, вот пришло в нашуство, это соль, это просто жестко. Где я вот добывала деньги на наркотики? Это каверзный вопрос. После ремиссии, после хорошей жизни, вот этой вот трезвой, я сорвалась, и вот тогда самое было дно мое, когда, и я понимаю, что, ну, ну, я красивая, все, единственное, чем могу заработать, это как бы эскортом, что тут сказать. Ну, вот пару лет я занималась, это меня просто, ну, это меня уничтожило, я считаю. То есть мне сейчас нужно восстанавливать свое какое-то отношение к себе, как к женщине, там, ну, вот это вот просто. Ну, что, я воровала там уже под конец, ну, не по пятерочкам, правда, шмотки воровала. А, ну, еще это махинациями всякими занималась. Ну, да. А расскажи какую-нибудь вот историю из употребления, такую вот жесткую, за которую, может, тебе неприятно до сих пор, которая тебя вызывает какое-то, может, вот, чувство сожаления, злости, может, или чувство обиды, несправедливости, или наоборот, какая-то у тебя совесть проснулась от каких-то, может, поступков твоих, или, ну, вот что, вот, наверняка таких было моментов очень много. Много, да, очень много таких моментов. Не знаю, наверное, самое жесткое, то, что со мной произошло, это сексуальное насилие надо мной, но подробно об этом рассказывать не буду. Ну, я просто, мне нужно было употреблять, и, как бы, уже проституцией не хотела заниматься, и я просто общалась, ну, там у нас была компания во дворе. Там были наркоманы, и все употребляли амфетамин, и с этими, с каплями, как он там? Терапикамид. Терапикамид. Тоже огонь вообще. С него люди просто гниют вообще изнутри. Вот, и, ну, поскольку я привлекала внимание мужское всегда, как бы, там один человек вышел из тюрьмы, и он такой, на меня сразу, видимо, глаз положил. Вот, и что-то там такое, пошел такой расклад, что-то он мне дал наркотиков, я их употребила, а потом у меня решила спросить за них бабки. Типа, ты же употребила бабки-то давай, а у меня-то нету. Он такой, ну, что тогда я тебе сейчас это... Ну, и что в итоге бабки... Ну, в итоге, короче, ну, я употребила вот эти вот стимуляторы, которые мне не нравятся, амфетамин, как бы, и меня стало страшно очень. То есть, если бы я в других наркотиках, я бы, ну, как бы, с него съехала. А тут я просто настолько испугалась, он был таким высоким, я, как бы, такая худая. И он мне, короче, говорит, я сейчас тебя продам, короче. Сейчас приезду к тобой человеку, я тебя продам. Ну, как бы, я ему говорю, давай, не надо меня продавать, давай мы с тобой решим, зачем. Но он меня, видимо, хотел напугать, но мне, в общем, было страшно, короче. Но он меня изнасиловал. Вообще в садике, там что-то в дворе. Я помню, так мерзко было. Я вот, я просто не понимала, почему это все происходит в моей жизни со мной. Ты сейчас находишься уже сколько вот в реабилитационном центре? Я нахожусь месяц. Я просто сравниваю эту реабилитацию с другими реабилитациями, которые я проходила, как бы, но... И вижу здесь, ну, мне просто есть с чем сравнить, я врубаюсь в весь процесс. Как бы мне тяжело ни было, я все равно понимаю смысл, понимаю, к чему иду, и я, как бы, наконец-то понимаю, что я могу получить здесь то, что я всегда искала. То есть вот это вот проработка моей психотравмы. Какие вот планы у тебя? Нету ли сожаления, что ты приехала? Нету ли желания прекратить как-то досрочно? Вот какие планы дальнейшие на выздоровление? Нету у меня, к сожалению, абсолютно никакого, несмотря на то, что мне тяжело планы, но я просто понимаю, что я бы хотела развиваться в сфере консультирования. Ну, у меня есть огромный опыт и много информации в голове, которую бы я хотела передавать людям, девчонкам, может быть, даже в основном. Может быть, как-то помогать. Не знаю, если получится у меня, как бы, все. Обратить реабилитацию, пройти там адаптацию, потом стажировку и, как бы, остаться в этой сфере. Что ты сейчас пожелала ребятам, кто остается в этом употреблении, кто будет смотреть ролик? Блин, ребята, не знаю, я вот оглядываясь назад, кроме страха какого-то, какой-то горечи и боли какой-то, у меня никаких эмоций нету относительно той жизни. И я бы хотела пожелать всем девчонкам, ребятам, неважно, чтобы вы, может быть, даже смотря на меня, просто дали себе шанс. И если есть возможность, приехать на реабилитацию и обязательно, обязательно поработать с психотерапевтом, с психологом. Нонарко ведет набор на социальной основе, реабилитационный центр. Оказался в трудной ситуации? Не знаешь, как жить дальше? Позвони. Предложение ограничено. Привет, я сегодня приняла решение прервать, закончить процесс реабилитации, потому что я здесь нахожусь без детокса, и у меня стаж употребления очень большой, и последние пару лет я очень активно употребляла, смешивала препараты. У меня помимо ломки с опиатов еще, видимо, какие-то психические отклонения, с употреблением эфедроном, очень сильная депрессия. Очень долго мне хотелось, каждый день практически, уйти. Я держалась, но я уже не могу просто. Мне надо делать зубы, я не могу тут все ребята с зубами, а я нет. Ну, как бы, нет, шутки шутками, но просто, ну, мне, как бы, я пока вот не вывожу вообще жестко. То есть я пока сколько могла, я как бы крепанулась. А сколько ты пробыла в центре? Месяц. Ровно? Да, ровно. Ну, что для себя вот взяла из центра полезного? Я узнала, что у меня определенная травма есть психологическая, которую нужно решать отдельно с психологом, что мне недостаточно просто групповой терапии, там посещение НЭИ. В очередной раз, у тебя же много реабилитации было, вот в очередной раз ты нашла вот эту вот причину, и когда ты, допустим, сюда ехала первично, вот тебе София Игоревна протянула руку помощи, ты, наверное, сама даже попросила, ты же свято верила, что ты пройдешь полный курс, ты справишься с этим. Почему ты сейчас вот, ну, принимаешь решение, и ты потенциально же понимаешь, что ты едешь-то не зубы делать, не выздоравливать, а... Ну, конечно, а я никого не обманываю, что я еду там зубы делать. Я так и говорю, что я не могу на Кумарах больше находиться, хочу сняться с этого состояния, что я уже просто не могу терпеть, вот, и... Ну, у меня не было таких реабилитаций, я всегда, у меня был... Почему у меня так много реабилитаций было? Потому что я, как бы, уставала употреблять, уставала, там, что-то, что не так, короче, и, там, детокс, реба, это было как попытка контроля. Сейчас ситуация другая, но я просто не справилась, потому что мне тяжело, короче, вот, потом я ездила в больницу, мне надо проходить обследование по медицинскому, ну, короче, там реально надо делать кучу обследований, и меня это все греет, как бы, за дня в день, и, там, я не буду там в подробности вдаваться, ну, как бы, вот такая вот история. Но если бы я хорошо себя чувствовала физически, я думаю, что проблема бы, конечно, не составила. А сейчас ты куда едешь? Я еду, где была, где жила, с молодым человеком, потому что... Он употребляет? Да. Он тебя уже ждет? Да. Ты сейчас будешь тоже употреблять? Да. А ты понимаешь, что вот это состояние после употребления у тебя, ну, ты поймешь, что у тебя здесь было кайфово, а там уже не то. И опять придет вот это чувство самоуничижения. Вряд ли такое придет, потому что это я уже все проходила, короче, где-то там, лет 10 назад. Типа у меня было такое, что я там что-то теряю, там, какую-то жизнь. Но просто со временем, употреблением, с этим стажем, с каким-то разочарованием я особо сейчас уже ни на что не надеюсь. То есть у меня нет веры в себя, в свои силы, и ресурсов внутреннего нет. Скажи, пожалуйста, ты же понимаешь, что есть такое выражение, что вот тысячи уколов мало, а одного много. И сейчас твоя поездка может вообще закончиться летальным исходом? Мне не страшно. Я говорю, у меня настолько... Но я не боюсь смерти, и для меня это скорее какой-то выход. Ну, это, кстати, вот для тех, кто хочет эйфоретики употреблять. Вот после эйфоретиков такая вот херобора в голове. Ну, то есть слицидальные мысли, эндорфин, дофамин, что там какие-то там... Я всегда после детокса приезжала. Я знала, что я приезжу на детоксе, и там мне там... Ну, даже мне в этом ГМБ, короче, после там... Ну, после вот этих стимуляторов, короче, эйфоретиков давали еще месяц, короче, там таблетки. Ну, потому что, блин, не справляется организм. Я не знаю, как ребята вообще с этой соляги тут, короче, тусуются. Ну, потому что, наверное, центр закрыт, их никогда не пускают. Я не знаю. У меня день как за два проходит. То есть там ребята встают, а у меня уже полдня как бы прошло, потому что я там встала в 4 утра. Всплакнул. Плачу. Плачу, что ты уезжаешь с хорошего места на верную погибель, скорее всего. Вот поэтому я поддерживаю абсолютно тебя на всех. Ты сейчас говоришь, вода там какая-то сейчас пугает. Вообще, это такая вот... Блин, да я не могу... Потреби можно ни меньше не сказать. Да, вообще. Не знаю. Потреби насрать на воду. Нет, я даже помню, как я просыпаюсь, мне хочется мазаться. Я умываюсь, закуриваю. Вот я прочь, как... Алло, есть что, привет? Да. Я не думаю, что, блядь, ты как это... Я даже внимания не обратила, какая вода. Да, да, нет. Попотреби. Ну, вспомни, что это было. Да, при чем здесь упад... Я говорю на кумарах, ты вот, когда, знаешь, в душ там собираешься, типа, надо помыться, надо помыться. Ты просто, вот, все, что ты говоришь, я сейчас слышу, говоришь, охеренно, я говорю, как актриса умерла. Вот харизма просто... Куча. Вот мне интересно тебя слушать. Ну, реально, мне прикольно. Вот как-то, да, зовут? Ну, вот, прикольно. Ну, есть тебе вот харизма. Ну, просто все, что ты говоришь, это ж ляпа. Просто скажи, мне на все похуй, я хочу торчать. Все. Точка. Ну, я так развернуто ответила. Зубы. Ты сколько зубов не делаешь? Блин, ну, я их сделаю... Давайте я сделаю зубы, пройду детокс и вернусь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А что? Нормальная тема. Ну, просто это все фигня. Ты сколько зубов не делала? Просто скажи. Да я их сделала. Вот давай поспорим. Я не спрашиваю, когда их сделала. Ты сколько их не делала? Я не делала их. Ну, год. Что ты делала? До полтора. Почему вдруг... Ну, потому что фееричная... Ну, потому что, Юля. Ну, шляпа. Ну, просто скажи, я хочу торчать, у меня лютое тягло. Мне не дают таблетки, сколько я хочу. Да и вообще не дают таблеток. Ну, потому что после месяца уже не пьют. Да пьют, блин. Блин, вот я Лене сегодня звонила. Специально спрашиваю. Не пьют. Вот у тебя флокситин пьют. Пьют. Финнибут пьют. Ну, вместо финнибута третика. Ну, габу не пьют через месяц. Ее надо лестницы бросать. Не то, что я ее жрала-жрала, а потом резко перестала. Мне как кумарить начало. И все. Я согласна, что ее надо бросать резко. Не резко. А сколько у тебя там было? Четыре таблетки, грубо говоря, пять, там по четыре, по три, по две. Нет, так не было. Я вот так и пила их, и пила, короче. Я знаю. И все. А потом резко их не стало. Почему ты резко их не стал? Потому что я заболела. Да. Юль, я знаю тебя очень нехорошо, но я знаю, как ты можешь. Я очень настаивала на решении этого вопроса. Ну, как бы это все воспринимается, что я, короче, метадоновый торчок, вымораживающий кайф. Все, точка. Метадоновый торчок. Ну, так я же просила, для того, чтобы здесь остаться, я же нормально... Ну, вот, ну, вот, 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 опять. Ну, не надо сейчас мануэмунипулировать. Я не мануэмунипулирую, блин. Ты мануэмунипулируешь? Да, я... Ты ко мне сегодня что сказала, когда пришла? Ну, давай по-честному, что ты мне говоришь? Что я не могу, что я пойду торчать? Ты сказала? Соня, что с габапентином? Как? Я же тебе скидывала вот эту штуку, помнишь? Вот я тебе хочу расскажу, вот штуку с вещцентра, помнишь, с ними скидывала? Ты говоришь, это не рецепт? Да. Ну, как бы, можно канать в аптеке. Вот, мое сегодня ощущение, я болею неделю, мне вчера Валера пишет, так и так, давай третику на ночь, ну, давай, классно, я говорю, да, я вам пишу, окей, давай по четверть таблетки. Я сегодня приезжаю и хочу с тобой объяснить момент по поводу габапентина, что, Юль, флоксетил, базар у этого год пьет, флуху, фенибут, ну, третика, ну, другое, ну, его тоже можно пить, вот, ничего там не меняет сознание. Ну, с габой, Юль, давай слезать, вот с этим я к тебе, ну, как бы, ну, хотела обратиться. Да. Ты ко мне приходишь, сидишь и говорит, ну, мне все надоело, я не зону, мне нет ресурса. Угу. Базар у зиру. Ну, вот кричу тебе, услышь меня, вот базар у зиру. Я думаю, да, ну, сколько можно, через день ее уговаривать-то. Даже не спр... Да меня никто не уговаривает. Да никто не уговаривает? Нет, я имею в виду, что, ну, все. Ну, ты сейчас понимаешь, что еще вы? Ты же меня не спросила, что делать? Все, я задолбалась. Потому что мне вчера сказал этот Сергей, что, как бы, у тебя таблеток уже не будет. Поэтому я не спросила. Сергей, на меня вопрос чем-то? Тарас, вот так мы серьезно же эту тему не обсуждали. Она сказала, типа, не тебе не давать никаких таблеток, короче, типа, ты завтра приедешь и все. Я так поняла, что, типа, все. Когда тебе очень надо 20 раз, Юля. Ну, я уже, я понимаю, о чем ты говорила. Ну, ты тоже меня пойми, что... Будь честна с собой, с собой, с окружающими, вовсе. Будь честна с собой. И все. Зубы, губы, там, сарачки, придячки. Вот сейчас, у меня, ты говоришь, гастроэнтерит, вот гастроэнтерит ты свой подлечишь. Трехи себе метадоном. Подлечишь прям. Все, блин. Ну, это как бы, ну, знаешь, охеренно нечестна ты с собой. Мы-то врубаемся, как бы, со стороны. Мы же не ты. Ну, понимаешь, да? Мы же там не в тяге. У меня, видимо, там какие-то процессы. Ты охрененно с собой просто нечестна. Ну, просто люто. Шляпу, гастроэнтерит, питание, блин. Ну, у меня очень болит живот. Ты мазываешься, блин. Химозы. Чего тебе? Ну, а потом, знаешь, у меня был прикол, у меня, короче, дикси в доме. Я реально сейчас прикол вам расскажу. У меня дикси в доме. Я что-то вечером иду в магазин с собакой и ставят два парочка, а они, знаешь, сейчас их сгибают. Ну, они прям в говнищу. На палевом масле мы брать не будем. Они говно в метадоне просто вот тут их сгибают. А, да, палевом масле. Я тоже, кстати, никогда не покупала. Какой, что ли? Я из той же серии. На палевом масле. Я и майонез не ем, если что. И кетчуп. Да. Все, я пошла. Мне так очень светит лицо. Все? Нет, говори, что тебе все похер, ты пошла торчать. Не, на самом деле не похер. Ну, скажи, что тебе не похер, ты пошла торчать. Мне не похер, я пошла торчать. Ну, скажи, Лью, последние слова людям, которые уже привыкли к тебе, как-то прониклись в истории твоей. Что ты могла бы сказать в свою последнюю речь? Возможно, все больше никогда не вернешься, и мы никогда больше не увидимся. Может быть, да. Мне очень жалко, что так получается. Ну, грустно очень. Песенка играет. Я не знаю, что сказать. Я правда, ну, я видела отношения ко мне, я это ценю. Я, короче, запуталась очень сильно. Блин, как вот объяснить, что это не то, что я, как бы, типа, такая, на претензии, что, типа, мне тут не подходят условия, что... я не знаю, я не знаю, что сказать. Мне жалко, мне жаль. но теперь, я, кто-то... Я не знаю, что я... Продолжение следует...